Великий сказочник Ганс Христиан Андерсен сказал, чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок. И действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь, встречают при рождении, утешают старости, радуют на свадьбе, именинах и празднествах, ими украшают сады, парки, улицы и жилища, наряднее и веселее становятся в комнате с цветами. Подарить цветы значит выразить человеку свои искренние чувства любви, почтения, уважения. Цветы – добрые посредники между людьми, они помогают делать наши отношения более сердечными, доверительными. Цветы и природа всегда вдохновляли музыкантов, художников, писателей. Всегда и везде цветы являлись символом прекрасного. Они являются символом некоторых государств. В Индии – лотос, в Египте – лилия, в Японии – хризантема. Очень часто люди разговаривают с цветами. Вот и поэту Расулу Гамзатову тоже кажется, что цветы – как люди. С целым миром спорить я готов. Я готов поклясться головою в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою. В час раздумий наших и твок, в горький час беды и неудачи видел я – цветы, как люди плачут, и росу роняют на песок. Кто не верит, всех зову я в сад. Видите, моргая еле-еле, на людей доверчиво глядят. Все цветы – как люди в колыбели. Близость к цветам, созерцание их неповторимой, совершенной и тонкой красоты смягчает душу и раскрывает лучшие грани человеческого характера. «Кто любит цветы, тот не может быть злым», – так гласит венгерская пословица. В честь цветов проводятся в разных странах праздники. Складываются легенды и сказки. С некоторыми легендами и сказками я и хочу вас сейчас познакомить. У славян самым волшебным и загадочным цветком являлся цветущий папоротник. По поверьям славян, цветок папоротника распускался в таинственную ночь накануне Ивана Купалы. Народная фантазия представляла его золотым или красным, необыкновенно ярким и мимолетным. Кто его находил, мог стать невидимкой, мог легко отыскать все замки и двери. Однако увидеть цветущее растение было очень трудно. Лешие черти, всякая нечистая сила, пуще глаза берегли огнецвет, напуская на людей всяческие беды. Схватив цветок, нужно без оглядки мчаться из скалтованного места. Если же человека одолевает страх, и он оборачивается назад, волшебный светлячок мигом исчезает из рук. Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела и хотела удалиться. Но вдруг услышала за спиной слабый голосок. «Не забудь меня, Флора, дай мне какое-нибудь имя!» Оглянулась Флора, никого не было видно. Снова захотела уйти, но голосок повторился. «Не забудь меня, Флора, дай мне, пожалуйста, имя!» И тут только Флора заметила в разнотравье маленький голубой цветок. «Хорошо», — сказала богиня, — «будь незабудкой! Вместе с именем я наделяю тебя чудесной силой! Ты будешь возвращать память людям, которые начнут забывать своих близких или свою родину». Ромашка — милый, обаятельный цветок. По народному преданию ромашка вырастает там, где упадет с неба звезда. Ее обычно сопровождают эпитеты. Скромная, полевая. Но трудно обойтись без нее, сплетая венок, собирая букет полевых цветов. А еще ромашка обладает лечебными свойствами. В древнегреческой легенде красивый молодой юноша-нарцисс жестоко отверг любовь нимфы. Нимфа от безнадежной страсти сохла и превратилась в эхо, но перед смертью произнесла проклятие. Пусть не ответит нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит. В жаркий полдень истомленный зноя молодой нарцисс наклонился попить из ручья и в его светлых струях увидел свое отражение. Никогда раньше не встречал нарцисс подобной красоты и поэтому потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но все было тщетно. Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в силах был отойти от ручья и таял почти на глазах, пока не исчез бесследно. А на земле, где его видели последний раз, вырос душистый белый цветок холодной красоты. С тех пор мифические богини возмездия Фурии украшали свои головы венками из нарциссов. По древнегреческой легенде, фиванская царица Алкмена тайно родила от Зевса мальчика Геракла, но, боясь наказания жены Зевса, Геры, спрятала новорожденного в кустах. Однако Гера случайно обнаружила малыша и решила покормить его грудью. Но маленький Геракл почувствовал в Гере врага и грубо оттолкнул богиню. Молоко брызнуло на небо, отчего образовался Млечный Путь, а те несколько капель, что упали на землю, проросли и превратились в лилии. Роза – символ божественной тайны. Древние греки создали множество легенд и сказаний об этом прекрасном цветке. Говорят, что роза появилась из белоснежной морской пены, падавшей с тела Афродиты, богини красоты, когда она выходила с первыми лучами утренней зари из моря. По христианской мифологии роза – символ милосердия, душевной чистоты. Жила-была маленькая кругленькая девочка. Она посла свою козочку и торговала молоком. В зеленом платьице и желтой косынке она с деревянным подойником обходила дома и каждому, кто желал, наливала молока в кувшин. Веселая и улыбчивая она для каждого находила доброе слово, желала здоровья больным, мирила повздоривших супругов, а девушкам предсказывала скорое замужество. Поэтому, может быть, ее всюду и ждали с нетерпением, ибо ее приветливая улыбка приносила солнце и весну, даже в самые мрачные дома. Люди прозвали ее «молочницей-одуванчиком». Иные даже не знали, есть ли вообще у нее другое имя. Казалось, нет на свете такой силы, которая могла бы посеять раздор между богом Аполлоном и сыном царя Спарты Геоцинтом. Аполлон любил Геоцинта как брата, и все считали их неразлучными. Сын Зевса был поклонником прекрасного и каждое утро восходил на вершину горы, чтобы приветствовать солнце, которое, отдохнув после долгого пути вокруг земли, вставало со своего морского ложа. Аполлоном в его прогулках неизменно сопровождал Геоцинт. Однажды оба красавца, бог и человек, долго оставались на берегу реки. Они купались, в камышах ловили голубых стрекоз, соревновали в метании диска. Их дружба была чудесна, и им было так хорошо друг с другом. Должно быть, они чересчур расшумелись, ибо из воды вынырнула нимфа и окликнула их. — Эй, вы, озорники, нельзя ли потише? Мой отец лег отдохнуть после обеда. Аполлон, повернувшись к реке, опустил руку с диском, занесенную для броска, и увидел красавицу, невиданную даже среди дочерей богов. От изумления он выпустил диск, и тот покатился в воду. — Красавица, кто ты такая, и кто твой отец? — спросил Аполлон. — Мой отец — речной бог, а я его дочь Дафна, — гордо ответила нимфа. Даже боги способны влюбиться с первого взгляда. Случилось это и с Аполлоном. — Дафна, прекраснейшая из прекрасных, я бог света Аполлон. Выйди ко мне и раздели со мной любовь и царство, — предложил Аполлон нимфе. Подняв со дна реки диск, Дафна кинула его Аполлону со словами. Пускай нашу судьбу решают боги. Я полюблю того из вас, кто, метнув трижды диск, дальше кинет его. Бедный гиацинт. Он от души желал другу победы, но от волнения у Аполлона дрожала рука. И два первых броска оказались неудачными. А гиацинт, как не поддавался другу, метнул оба раза дальше Аполлона. В третий раз гиацинту метать не пришлось. Разъяренный Аполлон замахнулся и, метко прицелившись, швырнул диск ему в голову. Агент упал и уснул вечным сном. Дафна была потрясена. Благородный юноша погиб по ее вине. К ночи, когда над кипарисами поднялся круглый месяц, из реки вышли Дафна и ее подруги. От лучей месяца они зажгли белые, красные, голубые, розовые и желтые свечи и выткнули их в землю, увлажненную кровью гиацинта. Свечи эти расцвели, как цветы, и испускают запах резкий, как предсмертный крик юноши о несбывшемся счастье. Гиацинты. У японцев существует прекрасная печальная легенда о происхождении магнолии. Когда-то жила в Японии девушка по имени Кейко. Чтобы заработать себе на еду, она трудилась с утра до ночи, делая бумажные цветы, которые стоили очень дешево. И вот однажды в ее жилище залетел старый мудрый попугай. Подружившись с девушкой, он рассказал ей, как можно оживить бумажные цветы для этого нужно было окропить их своей каплей крови. Но нельзя отдавать всю кровь до последней капли. Кейко послушалась совета попугая и стала свои бумажные цветы превращать в прекрасные живые. Она выбралась из нищеты, купила себе новое красивое кимоно и отправилась на студенческий бал. Там девушка познакомилась с бедным студентом Артуром, которого полюбила всем сердцем. Но, увы, ее избранник оказался жадным и черственным человеком. Ради того, чтобы жить в роскоши, он заставлял Кейко работать все больше и больше. И наступил тот момент, когда для оживления цветка потребовалась последняя капля крови несчастной девушки. Кейко не стало, а тот цветок, который она оживила своей последней каплей крови, стал магнолией. Согласно китайской легенде, один садовник вывел сорт пиона потрясающей красоты. Но местный принц из зависти решил все уничтожить и, придя в сад, стал безжалостно топтать все цветы. Несчастный садовод со слезами на глазах смотрел на это. Потом не выдержал и поколотил завистливого принца. К счастью, откуда ни возьмись, появилась фея пионов. Вмахнула палочкой и сад мечты возродился. Обиженный принц пообещал казнить садовника, а сад уничтожить. Но тут, как по волшебству, все пионы превратились в прекрасных девушек и взмахнули руками так, что принца унесло ветром. Изумленная и довольная публика на радостях освободила искусного садовника и пионовый сад продолжал радовать своей красотой еще многих людей. Есть такое поверье о том, что бутон желтого тюльпана содержит в себе сильнейшую энергию и тот, кто сможет открыть его, станет счастливым. Но не было такого человека, который оказался бы способным открыть этот нежнейший бутон, державшийся на тонкой зеленой ножке и обдуваемой ветрами горного склона. Однажды на этот склон пришла погулять мать с маленьким сыном. Мальчик впервые увидел красивый цветок и побежал к нему, желая разглядеть диковинные прекрасные растения поближе. Когда мальчик подошел к тюльпану, его лицо озарило улыбка, а по склону разнеслось эхо, повторяющее звонкий детский смех. Тюльпан раскрылся навстречу искренней улыбке. Детский смех сделал то, что не смогла сделать никакая сила. С тех пор принято дарить тюльпаны всем, кто счастлив. На праздник или просто так подаренные цветы дарят хорошее настроение, а тем более такие красивые, как тюльпаны. О цветах можно говорить до бесконечности. Цветы – это музыка, это легенды, это стихотворение. Без цветов наша жизнь была бы скучной. Будьте чуткими, добрыми к цветам. Продолжение следует...